Здравствуйте, дорогие друзья! Перед вами телевизионная Дадзебау. Вот! Возмутитель спокойствия в богатой, пышной, театральной Москве, а значит, и всей России последние годы. Это Константин Богомолов, поднявший театральную, как говорит, эту... дубину! Единственное, что у нас осталось, вот-вот сейчас мы призовём господина Богомолова к ответу, и так её всегда мешали. Вот со времён основания художественного коммунического театра в России всегда... Мерхольдова семя! Ну, впрочем, судите сами. Константин Богомолов. Здравствуйте, Константин. Я так цветасто выражаться не умею, особенно не по бумажке, но вот сходил в интернет, нашёл там несколько цитат про вас. Вот, например, говорят, что вы психиатр нашего социума, специалист по болевым точкам. В результате давления на эти болевые точки вы заставляете людей как-то преображаться, каким-то образом через боль приходить к истине. И в связи с этим мой первый вопрос. А вот если, допустим, я вдруг режиссёр, ну, мало ли что, ну, стал вдруг журналистом, стану вдруг режиссёром, и захочу про Константина Богомолова сделать спектакль, назовите мне несколько своих болевых точек, чтобы я по ним прошёлся и раскрыл вас как личность. Ну, вы думаете, я вот сейчас это сделаю, назову свои болевые точки? Ну, как к будущему, коллеги, помогите. Амбиция. Раз. Одиночество. Ой-ой-ой. Ну, внутреннее. Незнание цели. С другой стороны, эти болевые точки, так это же и точки, на которые опираясь, вы движетесь вперёд. Ну, без амбициозности делать практически вообще ничего не нужно. Мне кажется, на эти точки опирается любой человек, в принципе, или отталкивается от них, да, то есть они как такие демоны, которые преследуют тебя, и ты от них бежишь, бежишь всю жизнь, другое дело, к чему ты прибегаешь, и насколько быстро тебе удаётся бежать, и не останавливаешься, или ты в какой-то момент, и тебя начинают пожирать эти демоны, да, вот это у всех разное, но так или иначе, это вещи, с которыми сталкивается любой человек. Человеческий мозг чего-то постичь не может. Вот я думаю, у каждого есть такое знакомое состояние с детства, когда ты в первый раз слышишь слово бесконечности, тебе объясняют, что вот космос, он бесконечен, да, что нет конца этому пространству, и наш мозг, который привык, что везде есть границы, да, он начинает взрываться. Ты какое-то время живёшь с каким-то странным ощущением, потом привыкаешь, но всё равно это остаётся непостижимым. Вот цель бытия, она примерный вопрос из этого порядка. Интересно, Костю, затронул. Так, например, господа, можно такой арифмометр, Феликс, для постижения бесконечности придумать. Вот мы сейчас все здесь сидим в студии. Студия, суть по всему, находится, ну, скажем, в Останке. На Останке, но, суть по всему, всё ещё в Москве. Москва, очевидно, часть России, Россия часть мира, мир, очевидно, часть Солнечной системы, Солнечная система часть Вселенной, а Вселенная часть чего? О! И вот тут мы вдруг начинаем думать, а вот Вселенная живёт в нас. О чём Фёдор Михайлович наш любимый и пытался втолковать девяти великих и в тридцати девяти менее великих произведениях. Какое счастье, что вот есть на свете господин Богомолый, весьма не старый ещё человек, который так бережно читает Достоевского между строками. Какой кайф! Господа, пять часов, между прочим, Карамазовы в Амхате идут. Пять часов в атмосфере внутреннего пространства, черепной коробки, Фёдор Михайловича находиться. Спасибо вам за такую любовь к русской филологии. Прямо вы выбрали именно то, что нравится любому по-настоящему любящему Достоевского человека. И, может быть, главный фокус в том, что это ведь вот мы-то, мир. Помните, там у него в дневнике писателя ещё есть, что русский человек есть единственный человек, который две бездны несёт себе, и верхнюю, и нижнюю. Причём знает, где какая. Вот эти бездны как раз и есть то самое, что и кладёт конец бесконечности космоса, или её начинает. То, что возвращает тебя и всё равно не снимает вопросы. Потому что вот Достоевский в том, что он бесконечное падение, и пока это падение длится, длится полёт. Вот ты падаешь в эту бездну и летишь. И ты боишься, что там где-то дно, и что ты разобьёшься. Но ты продолжаешь лететь. И летишь, и летишь, и летишь, и дна нету. Вот Митя. Да, вот Митя. Вот Иван, кстати, всё равно такой. Потому что они все летят туда. И Достоевский сам летит туда. Зачем вы Смердякова оживили? Что значит оживил? Его надо было бы, чтобы Ваня его повесил. Ну, чтобы не он сам, а Ваня бы. Да потому что всё равно он будет жить. Не в этом романе Достоевского, так в другом он бы, да. Достоевского всё время это перерождающаяся какая-то сущность. И понятно же, что Смердяков просто в каждом из нас. Ну, теперь понятно, как у нас здесь в беседе, где полюс добра, где полюс зла. Я буду со стороны консерваторов. Вообще мне непонятно. А зачем читать между строк у Достоевского? Что строк не хватает? Там что, ещё что-то есть? Он что, не смог выразить словами то, что задумал? Потому что всё, что человек пишет, это всё невыразимо. Во-первых, мысль изречённая есть ложь. Во-вторых, автор... Мне кажется, смысл любого произведения не в буковках, да, а в том, что между букв. В том эфире, который источают эти буквы, соединяясь между собой. Вот есть одно слово, потом возникает второе. Они соединяются, они порождают некий смысл. Этот смысл можно толковать так, иначе, третьим образом. Смысл одного слова, он исчерпывается словарём. А вот когда соединяются два слова, это уже авторская воля – соединить их. И мы начинаем постигать эту волю. Коннотация. Да, мы начинаем постигать эти смыслы, которые возникают из соединений слов. И так действует искусство. А вы уверены, что вы именно правильно оттрактовали Достоевского? Нет, нет. Сколько людей, столько и менее? Я трактую его так, как я чувствую. И критерий только один – моя искренность. Давайте послушаем и посмотрим фрагмент из этого спектакля, который Константин Богомов поставил. Держитесь, господа, вашему возмущению не будет предела. Вот смотрите, что творят в Москве. И пусть не покидает нас удача, Преступник не уйдет, а это значит, Мы с честью завершим свою задачу. У МВД, мертвая клавка, точный прицел, Браво, милиция, браво. Карамотов Дмитрий Петр Ильич, Капитан милиции Перхотик Петр Ильич, Лейтенант милиции Перхотик Петр Ильич, Ваш отец найден мертвым, Лежит в своем кабинете С проломленных дымом предметов головой. Разрешите задать вам несколько вопросов? Пожалуйста, господа, задавайте. Только я немножко пьян. Ничего, вы все немножко пьяны. Вы ведь не любили, побои, Ну, Чётр Палыч, а? Да, не любил. Ссорились с ним. И такое бывало. И даже многократно повторяли в обществе, Что хотели отца вашего убить. Я? Да. Да, к несчастью, я хотел убить его много раз. Хотели, а он и умер. Умер, спасла! Ну, слушай, дорогие друзья, пора закрывать челюсти. А теперь задавать вопросы. Что хотел сказать автор? В данном случае вы, Константин. Что вы вот этим хотите? Почему сердючко здесь? Что это за песни такие? Какие-то люди с камерами. Что это вообще за экшн такой? Из-за инсталляции? Ну, всего разъяснять бессмысленно, Потому что вы видите фрагмент спектакля, И надо смотреть его целиком. И зрители видят фрагмент спектакля, да? Соответственно, что же я буду им объяснять? По фрагменту спектакля, весь спектакль. А то, что происходит... Ну, слушайте, я не скрываю, что я делаю... Я сочиняю спектакль. Я не ставлю текст. Я сочиняю спектакль. Кстати, на афише написано «по мотивам». По мотивам. По мотивам. Кстати, я вам могу сказать, что сохранено примерно... Ну, 95% текста, который звучит в спектакле, Это текст Достоевского. Не переписанный, не переделанный. Там добавлены отдельные мелкие реплички. И вы, может, видите самый такой в этом отношении Радикальный фрагмент с точки зрения добавок. Да, я использую много видео в последнее время. И довольно часто использую это, все знают, прекрасно. И на идеальном муже этого гораздо больше. Папсу. Потому что я думаю, что надо говорить об эстетическом состоянии общества. Так, вот. Потому что, когда мне, например, говорят, Что там идеальный муж политический спектакль, Я говорю, нет, он не политический. Он не про политику. Он про эстетику. Эстетическое состояние общества гораздо более серьезная вещь, Гораздо более болезненная, чем любая политика. Так ведь у Даниэля Синевского Разночтение советской власти были чисто стилистические. Это еще в 68-м-то было. Может быть. Да, это правда. Художник нам говорит, что общество больно. Я не говорю, что общество больно. Я говорю, что... Есть, как мне кажется, вещи, О которых надо думать, размышлять, говорить. И иногда макать в которые. Ну, в которые надо макать просто. В которые. В которые надо макать. Вот здесь на вашем месте сидел не кто-нибудь, Владимир Вольфович Жириновский. И Дмитрий Александрович сделал ему чудесное предложение. Он говорит, опишите, пожалуйста, мир, в котором бы вы чувствовали себя комфортно. Мир, идеальный мир по Жириновскому. А вот идеальный мир, идеальное российское, скажем, общество по Богомолову, это что? Это какая музыка? Это какие люди? Это какие одежды? Это какие автомобили? Это какие улицы? Я не знаю, что это? Ох, какой вы вопрос сложный задаете. Вы же режиссер со скальпелем. Давайте, отрезайте. Что бы вы выкинули из нашего общества? Из нашего общества? Я выкинул бы ханжество. Ханжество в самом широком смысле. Из нашего общества я выкинул бы страх говорить... о многих вещах. В истории страны, в человеке. Из нашего общества я выкинул бы не любовь и страх, а инакости. И индивидуальность. Мне кажется, что одна из главных наших проблем, болезней, как угодно можно называть, это страх перед космосом индивидуальности. Перед тем, что каждый человек – это абсолютно иной мир. Мне кажется, как раз у Федора Михайловича есть история, которую еще Бахтин говорил, о полифоничности его романов. О том, что у него, он один из первых, как бы, сказал в русской литературе, человек, в конце концов, неисчерпаем. Да, вот снимаешь пласт, там все прекрасно. Снимаешь пласт, там ад. Еще снимаешь пласт, там снова божественное создание. Да. От этого туда? Да, бесконечный маятник. Антагонист или протагонист? У человека есть и то, и то, и то. И надо уметь, и надо уметь вбирать в себя человеческую природу, вот этот самый космос, вот эту самую бесконечность. Мы несем в себе бесконечность, но очень хотим, очень хотим, чтобы она была иногда, вот что я называю ханжеством. Мы хотим, чтобы эта бесконечность была поделена на сектора, пронумерована, составлена карта, ну и все было бы тогда спокойно. Вот у вас, вот про вас я все знаю, про вас я все знаю. Отлично. Все нормально, вы не сделаете шаг туда, шаг сюда, да? И тут я прихожу, и вдруг вижу, что вы делаете какое-то странное, что-то высказываете. Или я залез к вам в бумаге, и вижу, что вы там накропали какие-то подозрительные декадентские стишки, какие-то мрачные, депрессивные. И я вам говорю, ну, зачем-то, не надо туда ходить. Вот, что я не люблю. Да что же вы, голубчи, хотели, когда у вас приставы мичи берут под штани? Ужас, ужас. А мне нравится, когда я, да, вдруг увижу у вас какие-то, да, тайные глубины, там, творческие, да, высказывания. Интересно. Я очень люблю формулу абсурдистов, которая заключается в том, что жизнь бессмысленна, но... Ну, или мы не знаем ее смысл, но жить ее стоит так, как будто смысл она имеет. Вот мне ужасно нравится. Это такая очень бескорыстная формула проживания жизни. Я не знаю, что там будет, я даже подозреваю, что ничего не будет, но жить я буду так, как будто все это имеет смысл. Об этом мы тоже сегодня поговорим. А я здесь, опять же, буду со стороны консервативно настроенной публики, может быть, даже в чем-то ханжеской. И, наверное, дам слово одному из зрителей, которые наверняка видели ваши спектакли, или, по крайней мере, слышали о них подробное описание. Вот хотелось бы, чтобы мы поговорили сейчас, или послушали Виталия Третьякова, если вы не против. Не против. Про конъюнктуру в театре. Давайте. Современное искусство, оно очень конъюнктурное. Вот можно увидеть. Это, кстати, очень интересная тенденция. Касается многих режиссеров, очень модных сейчас, режиссеров театральных, в первую очередь театральных. Через некий скандал они заявляют о себе здесь, в Москве. Здесь получается за счет скандала некое имя, после чего выезд за границу на западные и в последнее время популярные восточно-европейские площадки. А там, на этих площадках, что ставится? Ставится русская классика, вот эти бренды, на которых прорезвитирует массовая культура. Но всякий раз она подается через обличение России, либо советской России, либо России вообще. Из Достоевского, из Толстого, из русских народных сказок, из Пушкина, чтобы сделать вот то, что делается. А это очень популярно в Польше, в некоторых других странах. Вот. Значит, ты вставляешь туда Сталина, чекистов, НКВДшников, они всех грызут, расстреливают, убивают, насилуют. И ты говоришь, это я так вижу, и это мое прочтение классики. Новое ИВЭ – это актуальное искусство. Виталий Третьяков, журналист, политолог, увлекается литературой и театром. Вот я хочу понять, вот про кого говорит Виталий Тожевич? Про отщепенцев! Про кого? Я просто не знаю. Про какой человек? Я, блядя, вот он сказал конкретную вещь, описал. Вот я не знаю ни одного примера подобной истории. Ни одного. А может, это он вас имел в виду, милостивность? Ну, во-первых, я... В Польшу ездили? Ездил. А вот видите, ездили. Ставил там лед Сорокина. А вот видите, ставили. Лед Сорокина, нервскую классику. Никаких чекистов у меня там нету. И вообще спектакль не про Россию. А у меня нет чекистов, вот так случилось. Поэтому я не очень понимаю, про кого он говорит. А вот, например, там... Ну ладно, не буду. Подождите, а вас ни разу не называли конъюнктурщиком? Да называли, 150 раз называли. Как вы отвечаете на такие? Оскорбление, кстати, это для вас или обвинение? Да ну... Для меня это не оскорбление, не обвинение. Ну, за ради бога, но человек так считает. Ну, мало ли что. Ну, недостижимый пример конъюнктуры. Супруга художественного руководителя МХАТа Олега Павловича Табакова играет в Карамазовых фантастически. Чтобы в Хохлаковой найти эту ноту, я не знаю, кто из вас, товарищи, ее нашел, а может, вместе и искали, что делает Марина в образе Хохлаковой. Как это пахнет рублевкой, товарищи, в самом вашем кукрыниксовском виде. А это все бы ничего, но зато как талантливого выполнено. А то, что там есть еще, как бы это сказать, озабоченность эротическая. Ну, господа, ну так тонко эту лужу описать, а в нее не вляпаться, ну, это ж надо придумать. Господа, я считаю, что этот монолог Хохлаковой, вот я сейчас специально пойду перечитаю, вам всем нужно прямо взять в интернете, если можно было бы снимать, и вот смотреть, смотрите, как выглядят наши рублевские прекрасные дамы. Фантастическая работа. Это сейчас была конъюнктура, что я про Олег Павловича жену сказал хорошо. Конечно, страшная конъюнктура, страшная конъюнктура. Значит так, отвратительно сыграно, по крайней мере, одна роль Хохлаковой в исполнении. Нет, товарищи, давайте начистоту. Гамбургский счет должен быть. Например, вот безгранично уважая Рому Качанова, Ваню Охлобыстину, Федю Бондарчука, должен заявить, ну да, он хаос, руки прочь от нашего Федора Михайловича. И должен сказать Карамазовы во Мхате у Богомолова, нам такие спектакли в союзе композиторов нужны. Все дело только мера таланта, а конъюнктура-то здесь при чем? Да ни при чем, по-моему, нету конъюнктуры. Ну, слушайте, ведь, повторяю, на самом деле, если серьезно, то все, что рассказывал Третьяков, это не так. Это не так. Пробиться, во-первых, пробиться на западный драматический рынок режиссеру очень трудно, крайне трудно. Может быть, даже труднее, чем на музыкальный рынок. Очень это специфическая сфера взаимодействия в живом таком режиме с драматическими артистами и ткань спектакля живого. Вот, это во-первых. Во-вторых, никто там не ждет вот этой всей фигни, связанной с тем, чтобы как-то обгадить Россию. Да никому это не нужно. Никого там не интересует бездарная, но конъюнктурная работа. Там интересуют смыслы. Там интересует открытие новых смыслов. И там ты должен быть вдвойне, втройне первооткрывателем по отношению к местным режиссерам. Классический театр, я так понимаю, это вообще не для вас. Не для просмотра, не для постановок. Это вот у нас очень странная ситуация. Вот в кино мы с трудом себе можем представить, что мы сегодня будем говорить как бы о, там, что такое классическое кино. Ну, кино прошло через разные этапы. Сегодня такое кино. В 30-е годы оно было другое. В 40-е и 3-е, да? Оно бывало разное. Странно себе сегодня представить картину, снятую, унесенную ветром в наши дни, чтобы так же играли артисты, так же камера работала. Такие же цвета, там, я не знаю, что угодно. Такая же эстетика. Другое стало. Почему-то у нас театр находится всегда по ведомству законсервировавшихся искусств. Технология, она, вот есть классическая технология, а есть какие-то новаторы. И это длится уже, бог знает, сколько времени. А разве мы в театр ходим не для того, чтобы посмотреть на то, как классический театр живет и дышит? Плазму мы можем увидеть и в кинотеатре, извините меня, пожалуйста. Нет, нет, нет. Конечно же, есть театры, которые сохраняют, условно говоря, традицию. Да? И, наверное, это важно. Вот. Но все-таки театр – это живое искусство. Это живое искусство. Может быть, самое живое. Оно не может... Люди приходят с улицы, и там на сцене тоже люди, которые вот сейчас с этой же улицы пришли. Это нельзя консервировать. Театр меняется. Меняются технологии создания спектакля, меняется эстетика их. Меняется манера игры, манера работы. Есть люди, которые прекрасно подчиняются правилам. И внутри правил создают новую какую-то реальность. Есть люди, которые эти правила нарушают. Просто тотально нарушают. В какой-то момент говорят – нету этих правил. Это вы. Потом эти правила, благодаря этим людям, воссоздаются. И, если угодно, заново осмысляются. И заново осмысляется гармония этих правил, если она есть. Или модернизируется эта гармония. И это бесконечный процесс. Взрыв, эволюция, снова взрыв. Это нормальный, естественный процесс развития. Попытка подавить вот эти взрывы приведет к тому, что и умрут сами правила. Вот, кстати, они живые, только когда их нарушаешь. О жизни и разрушении. Давайте так. Вас одни называют разрушителем театра, убийцей театра. Другие говорят, что вы наоборот вкладываете новые смыслы в этот театр. Вот люди, которые разрушают правила сейчас, как правило, они были разрушителями еще самых молодых ногтей. Я что-то не смотрю на вас и не думаю, что вы были поймальчиком в детстве. Я не был поймальчиком в детстве, но, между прочим, я начинал, когда вот в театре именно, да, я был абсолютно убежденным сторонником. Ну, я, например, был противником Яром Новый Драм, вот каких-то таких документальных вещей. Я был убежденным сторонником... Угаровские опыта, да? Ну, да. Архаичного такого театра, который должен... Вот есть правила, как раз то, о чем вы говорите. Есть правила, внутри которых нужно существовать. Юли Паев. Ну, вот я всего этого не воспринимал. Происходило разное. Я видел спектакли. Ведь мы учимся через подражание. Это все меметические вещи, да? Мы хотим подражать тому, что нравится. Я начинал видеть новые спектакли, которые меня убеждали. Я помню, я посмотрел «Некрошеса», «Гамлет» первый раз. И это был взрыв в сознании. Я помню, я посмотрел там «Марталера» и других европейских режиссеров. А человек развивается. Может быть, через какое-то время мне захочется сделать спокойный спектакль. Тихий спектакль. Спектакль по правилам. Правда? Ну, слушайте, я делал такие спектакли. У меня в табакерке до сих пор идет абсолютно классичный старший сын. Уже пять лет он идет. Это любимый спектакль Олега Павловича Табакова. Ага, сами сказали, Олег Павлович, ну, давайте на часы, мы в 2014-м сидим, без этого нельзя. Ну, рассказывайте. Ну, как? Вы знаете, что нас интересует? Ваши полеты, понимаешь, бесконечные. Происходило разное. Мне хотелось, в какой-то момент мне хочется, вам хочется путешествовать. Да. Ну, вот, и мне тоже захотелось сесть на самолет и полететь куда-то. Ну, полетели, дальше что? Ну, вот я полетел и сделался идеальный муж, сделал еще какие-то спектакли, сделал там Карамазовых сейчас. Именно это Олегу Павловичу не понравилось? Олегу Павловичу? Вы хотите знать, что между мной и Олегом Павловичем произошло? А, как? Нужно телевидение. Потому что мы это и без вас узнаем, только не от вас. Лучше вы уж давайте. Между мной и Олегом Павловичем произошло, наверное, взаимонепонимание, которое было достаточно быстро разрешено. В первую очередь, и именно потому, что оно было разрешено, я не хочу об этом как бы вспоминать. Потому что бывают между людьми какие-то недомолвки, разногласия, разноречия и прочее. Но я могу сказать вам, что Табаков, вот два человека, Гончаров, у которого я учился, Андрей Александрович, когда-то художественный руководитель театра Маяковского и выдающийся русский режиссер, и Табаков. Два человека, которые для меня все в профессии сделали. Два человека, которые мне, в меня верили и верят, потому что я верю, что Гончаров в меня верит, и я к нему езжу на Новодевичье каждый год. Верили и верят, и я чувствую их поддержку. Это больше, чем поддержка просто менеджера со стороны Табакова. Это такая, знаете, отцовская поддержка. Когда я в тебя верю, и ну да, ты можешь ошибиться. На чем вы разошлись? На каком моменте или совокупности моментов? Ну, слушайте, у него были свои эстетические претензии к спектаклю. И технические. Ну, например. Ну, это вообще не его театр. Он же фантастический человек, фантастический менеджер. Он многое приемлет. Ну, он посчитал, что это плохо с точки зрения эстетической. Тот, другой, третий момент. Он посчитал, что его длина чрезмерна. И так далее. Я был в крайне напряженном состоянии. Нас вы просто по факту того, что это были тяжелейшие. Это был Достоевский. Вот это был полноценный Достоевский, это репетиция спектакля. Я был просто в каком-то измотанном состоянии страшно. Ну, вышла некая размолвка. Но вы пошли на какие-то хоть уступки? Ну, конечно. Мы с ним все время... Честно говоря, мы с ним всегда обсуждаем спектакль. Он очень разумный человек. Его замечания могут приниматься, могут не приниматься. Они профессионального свойства всегда. Они не какого-то абсурдистского или политического свойства. Он очень свободный человек. Он не исходит из конъюнктуры этой самой или из политики. Он на самом деле исходит всегда из эстетических соображений своих. Откуда вы все беретесь? Вот то, о чем говорил господин Третьяков, действительно, возмущение берет. Постоянно же вы откуда-то сыпетесь. Значит, давайте так, в порядке последнего. Хотя, может, Фокин когда-то был возмутителем. Ну, сейчас, слава богу. Толик Васильев. Чертте, что это ваши... Потом дальше, значит, Володя Мерзоев. На Гоголя. Уж про Тургеню вообще молчу, да, вот это. Ну, кто Христакова смотрел с Максом Суховым, тот понимает, о чем я говорю. Сцена с Дыней особенно. Да. Возмутительно. Да я ее 18 раз ходил, эту постановку смотрел. Ну, прям зла не хватает. Теперь, значит, думаю, ну все, ну все, Мерзоева заклевали. Ну, вот теперь уж не подниму. Так, нашите, богомолы. Ну, откуда же вы все... А, Кирюша, извините, пожалуйста, Кирюша Серебряник. Ну, это я хоть и знаю, откуда. Ты из Ростова. А ты-то откуда взялся такой? Из Москвы. Неужели у вас там хоть кто-нибудь еще остался? У нас здесь полно народу. Да. Да. А вот то, что мама и папа были кинокритиками, это как раз и придало взгляду такой прищур на все искусство? Да, черт его знает. Я, честно говоря, никогда... У меня с мамой и с папой семейные отношения. Я не... Я очень в своем творчестве, в том, что я делаю, в творчестве замкнутый человек. Я сам в себе это ворю и ни с кем не обсуждаю вообще. Ну, хорошо, все-таки давайте отправимся в детство. Итак, ранним утром, в каком году, не будем говорить, родился на свет... А что тут кокетничать? ...кость Богомолов и сразу заявил о себе как о хорошем послушном мальчике, который хорошо кушает. Или? Нет, я был безобразного характера. Я цеплялся в волосы, я орал, я капризничал страшно, я был центропуком, вот, и так длилось где-то лет, наверное, родители с ужасом вспоминают эти первые годы, это был ад, вот, меня отвели к психиатру, психиатр сказал, что, ну, не мотивированная агрессия, ничего страшного пройдет, сказал психиатр. Не прошла. Вот, а я успокоился. И всю школу я был тихий, мерный мальчик, писавший стихи. Стихи? Обязательно. А что-нибудь помните из раннего? Ничего не скажу. Что? Не помните? Это очень мрачные вирши. Из раннего, совсем раннего я могу вам сказать, четырех лет, примерно пяти. Бомонт и Флетчер, Бомонт и Флетчер, Бомонт и Флетчер на полке стоят. Бомонт за Флетчер, Флетчер за Бомонт, Бомонт и Флетчер на полке стоят. Вот такие были стихи, которые я написал, значит, и издал себе такую книжечку. Спали в библиотеке, что ли? Ну, они стояли на полке, да. Вот. Мрачные стихи, первая сублимация, нематилированная агрессия. Мрачные стихи, очень мрачные стихи. У меня был замечательный учитель литературы, который пришел к нам в школу где-то в четвертом классе и заставил нас всех издавать литературный журнал. Ух ты. Да, мы учились в прекрасной школе, это была 31-я школа, это гимназия Копцовых ныне, это за Доронинским хатом находится. Вот, да, это хорошая школа, особенно в конце 80-х годов, она стала просто прекрасной, нас разделили на два класса, технический, гуманитарный, история философии, история религии и все прочее, все перестройки на дела. Вот, и очень хороший английский язык. Вы в какой класс-то попали, получается, в гуманитарный номер? В гуманитарный, естественно. Потом я поступил на филологический факультет Московского университета. Это какой год был? 92-й год. Отличный способ заработать на жизнь, заставить филологом. О чем вы тогда думали? Ни о чем, об армии я в первую очередь думал. С какими чувствами? Я поступил, с какими чувствами об армии? С тревогой. Я скажу, с тревогой. Я поступил, значит, в университет, и я отучился там, и даже поступил в аспирантуру. Я вот не помню, филологам о срочку дают? Не просто о срочку. У меня мель пардон военной кафедры. Я мель пардон офицер запаса. Вы не кто по специальности? Я вот ракетчик по специальности. А вы? Чтобы я помню, он заместитель начальника дивизии по разведке. Филолог. Ну, а что? Агитация... Думаю, подрывная деятельность и диверсионная. Да-да-да, агитация, агитация на иностранном языке, на войска противника. Значит, вот, и поступил в аспирантуру. И кем вы должны были стать после филологического? Ну, как учитель русского языка и литературы, филолог-русист. Я даже полгода на последнем курсе учил, преподовал в школе в качестве практики. На самом деле, если серьезно, это самая адская, самая трудная, тяжелая профессия. Я никогда в своей жизни не испытывал такого истощения нервного, физического, какого-то эмоционального, как после дня преподавания в школе. Вас не слушались? Слушались, просто если ты тратишься на детей, действительно тратишься, то это, я понял эту профессию, это фантастическая затрата, героическая профессия, в принципе. Почему вы учили тогда своих учеников? Ну, ничего, я на самом деле просто спросил. Тоже читать между строк? Я спросил их, как мой учитель. Все по образцу учителей мы делаем. Я спросил их, пишут ли они стихи. Я просил их принести эти стихи. Я с ними нормально общался. Не криком, не металлическим голосом классной руководительницы. Нормально. Я выслушивал их. Я достаточно был строк и так далее. Какая кличка была у вас среди учеников? Это я не знаю. Да бросьте. Нет, это мне никто не говорил. Не знаю, у меня вообще как-то с кличками не складывалось. В жизни у меня в школе не было клички. И в школе не было? Нет. С такой фамилией? Костя, 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 Костя. Нет, фамилия никак. Может быть, слишком интеллигентный класс был. Да вашу батюшку как зовут? Юрий Александрович. Это не тот ли самый критик Богомалов, который кузьмит меня при каждой возможности во всех публичных выступлениях? Я не знаю по поводу Кузьмит. А вот я-то знаю. Ах, вот чей вы, тот-то вы мне особенно-то неприятный. Вижу батюшкину сущность-то. Проклевывается. Ну, я бы сам меняю сейчас. Да, вот теперь я вижу, чей это, сынок-то. Мир-то меняется? Ну, такого же батюшка нет. Он, как киске, не полагал, что я без этой теки остаюсь. Так вот вам. Вот и мой ответ. А ваш-то чем лучше? Посмотрели бы, что ваш устраивает на сцене. Я-то хоть не во Мхате. Классическая история. Немотивированная агрессия, самодостаточность и борец против системы. Ну, я не сказал, что борец против системы. Я поступил в университет. Потом я понял, что я совершенно асоциален вообще. Я ни с кем не общаюсь. Асоциальные очень сильно получают. Во дворах, в школах. Их общество пытается к себе притянуть. У меня не было друзей. Я совсем был один. То есть я вообще замкнулся в себе. И никто, ни родители, ни однокурсники, никто. Ну, вот как бы я сам в себе. Костя, а что оказалось... Ну, вернее, как это лучше объяснить. Что... В чем вы почувствовали аварамическую идею? Что оказалось не о чем? Битлы, да, или нет? Ну, лет так в 15-м. Дипропл нет? Пинфлойд нет? Звук ему. Звук ему? Да. Петя Мамонова. Я увидел Мамонова в музыкальном ринге. И я обалдел. Сергей Шалей, Забриский поэнт. О, счастливчик, я имею в виду, с Макдаулом. Нет, нет. Кавка лет в 13. Лет в 14 Кавка. Маленькие рассказы. Я не мог одолеть романы, а маленькие рассказы. Ну, Грегор Забриский превратился... Поэт прекрасный, австро-немецкий поэт, отчасти польский, отчасти, да, русский даже, отчасти по происхождению. Пауль Целан, или Целан, выдающийся послевоенный поэт. Вот какие-то те вещи... А ты в Жан-Чи приезжал? Нет, нет, нет. В театр я практически не ходил, я в университете. И мое поступление в ГИТИС было абсолютно психотерапевтической действительно акцией. Сейчас, сейчас, одну секунду. Вот еще один маленький бытовой вопрос. Уж меня простите, что я все по быту-то, по взаимоотношениям. Во-первых, такие одиночки редко когда выживают. Причем подчас, в буквальном смысле слова. А во-вторых, ну это чуть полегче будет, у таких одиночек с противоположным полом ситуация складывается таким образом. Вот если уж вызовет откровенную жалость, тогда у нее появляется девушка. Как же в школе и в институте... Девушка мне нравилась, я могу сказать. Чем завлекали? Какие вирши читали? Ничего меня не завлекало. Девушка мне нравилась. Другое дело, что... Они вам нет? Да нет, дело не в этом. Дело в том, что... Я всегда боялся отношений. Вот скажем так. Я боялся серьезных отношений всегда. И... Делить свое «я» с кем-то еще. В этом страх? Делить «я» с кем-то еще. Довериться. Довериться страшно. Страшно довериться. Я боялся. И... Поэтому всегда это было как-то поверхностно. До поры до времени. До терапевтического вуза? Нет. Терапевтический вуз немножко так... Ввел в некоторое безумие. Значит... Потому что, во-первых, я поступил, чтобы... Я не учился уже в аспирантуре. Я поступил, но не учился. Не было сил. Какая-то апатия наступила полная. Год такой был абсолютной апатией. Я ходил играть в футбол. Странным образом. Там университет был таким. Там много играли. Можно было приехать. Просто влиться в компанию. И полная апатия к какой-либо деятельности созидательной. И я себя взял за уши и повел себя в ГИТИС. И поступил в Гончарову. Вот. И стал учиться там. И за полгода научил себя общаться. Улыбаться. Вступать в контакт. И вообще радоваться жизни. А доверяться и делить свое «я»? А доверяться и делить свое «я» нет. Этому меня учит моя жена. Вот. Об этом что-то не пишет. И доверяюсь. Зато об этом может рассказать сам объект любви и доверия. Давайте-ка посмотрим, что она там... Давайте. Дарья Мороз про любовь. Мой папа говорит очень смешную фразу. Он мне как-то спросил. Говорит, зачем люди вместе живут? Я говорю, ну как это? Что-то любят друг друга. Говорит, нет. Люди вместе живут для того, чтобы друг другу помогать. Помогать. Чтобы взять на себя часть проблем другого. С одной и с другой стороны. И мне это кажется очень верным. Но это какое-то такое для меня очень понятное что-то. Понятно, что любовь, т, 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 но мне кажется, вот в семье, в долгих отношениях. Любовь означает не любовь, а это совсем другое что-то. Это умение быть чутким к другому. Это умение быть деликатным, умение быть чутким – это самое сложное. Потому что люди настолько разные, человеческие отношения – это такая сложная штука. И так легко, даже не понимая того, наступить на какие-то мозоли человека тебе близкого. Даже если ты его хорошо знаешь. Поэтому умение вот это почувствовать, услышать – это учиться и учиться. И это вот только, да, это дар, думаю, да. Дарья Мороз, актриса, жена режиссера Константина Богомолова. Кто, кстати, в его спектакле часто бывает заняты. Так, кто из вас ходит на цыпочках, чтобы ненароком не наступить на чужую мозоль? Кто это умеет делать лучше? Конечно, Даша. Все умеет делать лучше Даша. А я учусь. Я учусь, потому что я очень влюблен. Поэтому я учусь. Дайте нам романтическую историю знакомства. Где, когда, при каких обстоятельствах? Репетировали. Нет, первый раз мы познакомились. А, это смешно. Мы первый раз познакомились. Я был еще, только вышел из ГИТИСа и репетировал какую-то голимую антреприску. Значит, работы не было. И Даша была там приглашена на ввод, ввестись в спектакль. Мы что-то репетировали. И так это и не состоялось. В итоге как-то это все рассосалось. Потом, я помню, я встретил ее на Тверской улице. Чего-то проходили мимо. А потом я уже пришел в табакерку. Меня Олег Павлович позвал. Где она? В Амхате она. Вот. И я ее позвал работать в Волке и Овце. И там мы познакомились во время этих репетиций. И потом все случилось между нами. Вот. И через некоторое время мы съехались и стали жить вместе. Потом ребенок. Мы расписались. И все. И тебе с тестем повезло просто. Просто тебе с тестем повезло. А, вот так. Нет, мне со всеми повезло. На самом деле, я в этом отношении очень счастливый человек. На самом деле. А насчет еще тоже интересного вашей семье. Это же все-таки акцентуированные личности. Актриса, режиссер. И вот все-таки момент успеха. Это штука важная. Также можно всю жизнь в банке поработать и в стол писать. А другу потом сказать, сжечь все это после моей смерти. Да успех все-таки должен быть у человека. И вот. Первые, самые тварные ростки успеха. И, наконец, муж не просто графоман от Гитти. Вот это я. Гиттиш тоже меня школу нашел. Значит, это от театра. А кажется, очень успешный. Очень обсуждаемый. Московский режиссер. Вот эта радость-то она вся пошла. А? Я думаю, у Даши... Амбиции подобного свойства, слава тебе, Господи. Ну, конечно, они у всех есть. Но они, что тогда... Ну, они не на первом плане. Вопрос в том, насколько человек в этот момент, когда у него успех сохраняет адекватность. Вот просто адекватность. И понимание того, насколько это успех приходящий, а он приходящий. И все это испаряется в секунду. И вообще не это главное. Вот. И я, на самом деле, сам по поводу этого успеха... Это радость на полтора месяца. А потом ты начинаешь уставать, а потом ты начинаешь бояться. Бояться того, что этот успех тебя похоронит. Бояться того, что ты потеряешь адекватность, какие-то ориентиры. И незаметно, незаметно... Вот я сейчас репетирую чайку, да? Вот там Дригорина слова по поводу того, что, да, я чувствую, что наука, там, жизнь, что-то уходит вперед, а я догоняю, догоняю, в конце концов, как мужик, опоздавший на поезд. Вот это может происходить, когда приходит успех. И приходит благополучие. Я, честно говоря, вот у меня нет машины, и я не вожу. Опа! Интересная подробность. Потому что... Очень сознательно. Потому что я периодически, постоянно хочу ходить пешком и ездить на метро. Просто чтобы на всякий случай... Это для режиссура вообще принципиально важно, для театра. Потому что люди приходят в зал, и надо сохранять какую-то связь. Хотя бы и таким примитивным, идиотским образом. Но надо. Люди приходят в зал, люди уходят. Посередине спектакля и такое тоже бывает. Я опять возвращаюсь на волну критики. Эту позицию я сегодня занимаю твердо. Хотелось бы спросить. Вот вас критикуют, знаете, в том числе за что? Что вы пытаетесь всегда найти какую-то червоточинку у человека. Какую-то гадость. Какого-то антигероя. И исключительно положительных. Или вселяющих, я не знаю, веру в то, что он исправится. Вот таких у вас героев нет. Вы их не ищете, или они просто вам не нужны? Ну, я не согласен. Я просто не согласен с тем, что таких героев нет. Я думаю, что... Просто я пытаюсь... не идеализировать человека. Вот. И я думаю, что очень важно для зрителей это вот называется полюбить у нас черненькими. Ах, вот оно как. Хорошо. То есть настоящая ценность человека проявляется тогда, когда мы его можем полюбить даже в моменты его падения, болезни, несчастья. Мы начали сегодня с болевых точек. А давайте закончим вот о чем. Давайте перечислите поводы для оптимизма в современном обществе. Что в вас филяет надежды, что человечество не грохнется в тар-тар-тар-это? Я имею в виду в современном мировом, или в... Давайте про нашу страну. Что нам до мира-то? Пусть сам. Я думаю, что Россия остается и будет страной талантливых людей. Очень талантливых людей. Я думаю, что мы не живем во времена хуже, чем они были когда-то. Я не верю в сказки про золотой век. Я верю, что мы имеем такую особенность психологии такую, все время оглядываться назад и думать, как хорошо было там. Это нормально, как для индивидуального человека вспоминать детство, так и для общества вспоминать какие-то прошлые времена. Я по первому образованию филолог. Я очень люблю русский язык. И я знаю точно, что русский язык я очень много слышал по поводу деградации, неправильных ударений, неправильных каких-то форм спряжения, склонения, множественного числа и так далее. По поводу засорения англицизмами или какими-то еще американизмами, просто иностранными словами. Берет это что-то по ходу, да? По ходу он... Или какие-то подобные вещи, да, слова-паразиты и прочее. Я точно знаю, что язык – это грандиозная биологическая саморегулирующаяся система. Язык бесполезно запрещать. Когда-то я пришел на филфак, и я говорил «дождь». Мне педагог мой, фонетист, сказала «Ну зачем вы говорите «дождь?» Ну посмотрите, как красиво «дождь». Старая форма произнесения. А потом махнул руку и говорит «А впрочем, через 5-7 лет вы будете говорить «дождь». Я говорю «почему?» «Потому что это циклы», сказала она. Потом я пришел к ней и сказал «Господи, какой ужас! Как можно сейчас говорить «булочная»?» Мы же говорим «булочная». «Булочная» – ну что это за бред? Ну хорошо, питерский человек говорит. Но зачем московский человек говорит «булочная»? Что за выпендрешь? Там по поводу одного человека я говорил. Она сказала «Костя, вы не заметите, как через 10 лет вы будете говорить «булочная». Сегодня я говорю «дождь» и «булочная». Вы уходите за дверь. Понимаете? Понимаете, в чем дело? Это циклы. И когда ты постигаешь, что это вот язык, это океан, который живет в своей системе, и никакие нефтяные пятна в конечном счете не могут на него повлиять, то в какой-то момент ты проецируешь это и на культуру, и на общество, и понимаешь нацию, и понимаешь, что это океан. И никакие вот эти разливающиеся внезапные нефтяные пятна не могут повлиять на его функционирование этого океана. Поэтому я верю, что все будет хорошо. Я бы хотел сказать, господи, какая же нива дородная, вот эта плодородная, московская, русская, российская нива культурная. Вот Богомолов сидит. Ну как же приятно, что вот такие люди есть у нас. Только, пожалуйста, что вот они в подштанниках, действительно, товарищи, вы, пожалуйста, пойдите, весь спектакль посмотрите. Это просто удовольствие. Тогда вы, когда эти подштанники в интернете увидите в качестве, значит, пригвождения позорному столбу, у вас же тогда будет, что сказать, вообще надо самим все проходить, и тогда испытывать убеждения, каких, очевидно, испытывает, практикует, вырабатывает, испытывает господин Богомолов-младший. Частьями. Друзья, я не люблю современное искусство. Может быть, потому что не понимаю. Но пока зритель голосует на спектакль Богомолова рублем, этому искусству быть, слава богу. Дмитрий Дибров, Александр Карлов, сегодня временно доступен Константин Богомолов. Спасибо большое. Ну, вот так вот. Я давно не был таким откровенным, не впечатнованным. Слава богу, честь. Надо, все у Степанчикова надо. Вот, вот этот видопляс, вот, это же такая прелесть. Телефончики не забываем. Творот шутики. Прошу вас, прошу. Продолжение следует...